Проблема состоит в том, что методика факт-карт, методика целенаправленного мышления – это штука, которую просто так, с наскока, не понять. Часто я слышу вопросы, даже с издевкой, чем ваши факт-карты отличаются от майндмэпов или интеллектуальных карт и так далее. Если вы посмотрите курс факт-карты, то вы увидите, что она отличается радикально. Я рад, что кто-то знает, что такое интеллектуальные карты. Поздравляю вас. Большие молодцы. Горжусь. Но на самом деле, если мы говорим про интеллект-карты, то они используют возможности центральной исполнительской сети. И конструкторам, если кто-то знает эту терминологию, центристы, конструкторы, рефлекторы, интеллектуальные карты очень нравятся. И они их активно составляют. Проблема состоит в том, что они как раз противопоказаны. Потому что они и так думают все время в причинно-логических связях. И у них, если то, должно обязательно случиться. А интеллект-карты, они, наоборот, еще больше усиливают эту закономерность. Я вам приведу сейчас очень простой пример. Раньше существовали программы, которые генерируют случайные числа. А раньше существовали справочники случайных чисел. Ну, могут быть нужны для разных нужд эти порядки случайных чисел. Почему? Зачем нужно создавать справочники, если любой человек может случайный набор цифр создать? Проблема состоит в том, что никто из нас с вами не способен написать. Вот там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 39, 45 и так далее. Вот сейчас я произвел набор цифр. Он кажется случайным, но на самом деле он отражает мою психику. То, с какими числами я чаще сталкивался. Какие у меня были номера телефонов, квартиры и так далее. Я начинаю, не понимая этого, в этот случайный ряд закладывать закономерность моей собственной психики. Поэтому очень сложно воспроизвести вот такой случайный ряд. И поэтому нужны справочники, где будут написаны случайные ряды цифр. Или программы, которые будут их генерить реально случайным образом. И если мы говорим про факт-карты и про интеллект-карты, то здесь принципиальное отличие как раз состоит в том, что когда вы работаете с помощью интеллектуальных карт, вот этого прежнего инструмента, достаточно хорошего для структурирования имеющихся у вас знаний, вы используете вот эту историю своей собственной уже сознательной подготовки. И в этом смысле найти оригинальное решение вашей проблемы с помощью интеллект-карты невозможно. Вы можете хорошим способом таким образом организовать собственное знание. Но факт-карты нужны именно с целью решения задач, они нужны именно для целенаправленного мышления. Целенаправленное мышление предполагает, что у вас нет ответа. Значит, у вас есть тупик, в котором вы оказались. Любая проблема, любая задача и так далее, которую вы не можете решить на сколько, это по сути дела вот такой тупик, значит, где дальше вы входите обычно в ситуацию объяснений. Мы сталкиваемся, например, с необходимостью какого-то выбора. Вот, этот выбор кажется нам неочевидным, да, то есть мы не знаем соглашаться или не соглашаться на предлагаемые обстоятельства. Вот, и дальше мы начинаем с вами объяснять себе, значит, решение, которое нашему мозгу удобней. Вот, наш мозг, штука, которая принимает решение, я надеюсь, что выпускники курса КТ онлайн хорошо это знают, вот, он принимает за нас соответствующее решение, он не хочет никаких изменений, да, вот, то есть он предполагает, что нас можно как бы задурить нам мозги, вот, мозг думает, как бы нам их задурить, и придумывает объяснения, которые стабилизируют нас в нынешнем состоянии. Если вы оказались в тупике, то он стабилизирует вас в состоянии тупика. И вот идея факт-карт как раз состоит в том, чтобы вывести нас из этого тупика. Интеллект-карты не помогут вам в этом, потому что интеллект-карты будут использовать уже изготовленные, осмысленные сознанием проблемы. Не проблемы, а способы организации информации. Вот, да, она будет более структурированной, вот, но она будет той информацией, той сборкой информации, тем положением вещей, если выражаться в терминологии Людвига Витгенштейна, которая привела вас в тупик и не позволяет вам из этого, из этой истории выйти. Значит, мы изучаем именно целенаправленное мышление, которое предполагает возможность обнаружить такое положение фактов, которое представит другую ситуацию. Значит, ну вот, я уж раз стал говорить про Витгенштейна, то давайте чуть-чуть с этой терминологией и поработаем. Значит, любая ситуация – это определенное положение вещей. Вот ситуация дорожной аварии, определенное положение автомобилей, пешеходов, знаков и так далее, и так далее, и так далее. Вот, значит, там, я не знаю, любая болезнь – это определенное положение вещей. Какие-то органы, выполняющие какие-то функции, какие-то химические вещества, которые там или бактерии, или там раковые клетки, там и так далее. Вот такое положение вещей, такое положение вещей какое-то дает вот такой результат. Наше с вами мышление, поскольку мы с вами структурируем окружающий мир, это тоже определенное положение вещей. Только это положение вещей можно изменить. То есть, если вы аварию изменить не можете и рак изменить не можете, или какое-то другое заболевание, вы должны иметь дело именно с этим положением вещей, то все, что происходит в вашем мозгу, это тоже определенное положение вещей, которые можно подвигать. И если вы внимательно изучали, так сказать, красную таблетку, то вы знаете, что есть феномен противоречия. Суть феномена противоречия состоит в том, что когда мы решаем какую-то задачу, у нас с вами есть набор мыслей, мыслеформ, которыми мы эту задачу, эту ситуацию объясняем. Это такое положение вещей. При этом о больших и разных совершенно аспектах этой ситуации мы в других обстоятельствах думаем другое. Ну, вот представим себе ситуацию расставания партнеров. Вот у нас есть такое положение вещей. Когда у вас есть партнер, вы думаете, и что-то у вас там идет не так, вы начинаете объяснять себе минусы, условно говоря, этого человека. Она такая, он сякой и так далее. Ну, у вас есть набор этих историй. Ну, вот, при этом есть ситуации, при которых вы думаете про ваши отношения, но совершенно в другом контексте, вне зависимости от этого, например, партнера. Вот, у вас есть набор представлений о том, какими должны быть отношения. Вот, и вы там смотрите, условно говоря, на кого-нибудь и думаете, вот мне бы так, да? Вот, и когда вы смотрите на эти отношения, вы уже не смотрите на ваши отношения с партнером. Вот, но если вы сможете вынуть из тех отношений, на которые вы ориентируетесь, что-то, что вам интересно, и примерить их это в отношениях к партнерам, то у вас ситуация с партнером будет выглядеть иначе, да? Потому что вы, например, думаете про, там, вот, если бы она вела себя таким образом, то я бы, если бы он вел себя таким образом, а как ведет себя тот человек, который рядом в той паре-то? Вы тот, да? Вот. И окажется, что вы ведете себя совсем не так. Но вы этого не можете заметить, потому что в вашей голове это два разных интеллектуальных стрима, да? Вот. Есть интеллектуальный стрим, связанный с вашими отношениями, с накопленными автоматизмами, пережитыми травмами, обидами, самооправданиями, там, и так далее. И есть стрим, значит, вот этих вот отношений, на которые вы любуетесь, не глядя при этом на то, что это вы, собственно говоря, там, как, а вы-то как играете в этой роли? Вы соответствуете тому партнеру, поведение которого вами ожидается от вашего партнера. Вы этого не видите и не можете этого увидеть, потому что так устроено наше мышление. Оно все время, как бы, так сказать, у сознания есть предельное ограничение. Центральная исполнительская сеть работает тремя аспектами ситуации, тремя алиментами ситуации, то есть положение вещей всего лишь трех в нашем сознании, плюс продолжительность мысли нашей равна трем секундам, что, в общем, очень немного, да, что за три секунды? Три секунды – это одно предложение. Именно так предложения появились в текстах, потому что для того, чтобы мы смогли уловить мысль, она должна быть короткой, да? Вот. Вот. Значит, соответственно, вот наше сознание не позволяет произвести эти сочленения. Именно для этого нужна методика факт-карт. Именно поэтому я рассказываю ее в толстой книге, значит, «Чертоги разума». Именно поэтому я сделал онлайн-курс по факт-картам. Вот так и называется факт-карты. Значит, почему вообще эти онлайн-курсы, на мой взгляд, чрезвычайно важны? Значит, они важны, потому что мы с вами, как я вам сказал вначале, изменились. То есть раньше мы потребляли информацию определенным образом и могли ее использовать определенным образом. Вот. Мы учились в школе, мы учились по учебникам, у нас были тетрадки, там, и так далее, и так далее. Но при этом нас форматирует мир новой информации, которая организована другим образом, которая предполагает интерактивность. Я вот не читаю, чтобы не отвлекаться, но вы мне постоянно здесь что-то пишете, сами с собой разговариваете, посылаете какие-то смайлики друг другу. Просто там большая жизнь происходит, что называется. Значит, вот звездочки мне прислали. Да, значит, что это? Это совершенно другой, мы по-другому воспринимаем информацию, да? Мы сами изменились, да? И учить нас по прежним учебникам – это не так эффективно. Вот почему создание онлайн-курсов, вот. Я вам могу, кстати, вот посоветовать книжку «Как мы учимся». Это Станислав Деан, это один из лучших нейробиологов. Вот я ее как раз сейчас тут просматривал перед эфиром. Вот. Он рассказывает, собственно говоря, механизмы, как меняется наше внимание, восприятие информации, там, и так далее. Да, вот. И мы уже не можем учиться по учебникам в прежнем режиме. Вот. Для того, чтобы сейчас учиться, мы должны получать очень, как бы, сжатую информацию. Мы должны визуализировать. Именно поэтому у нас так много всяких разных визуальных приемов используется в курсе факт-карты и, там, шаг за шагом, там, и так далее. Других. Значит, второе. Вы обязательно должны иметь постоянную обратную связь, да. Поэтому у нас есть, с одной стороны, поддержка, с другой стороны, есть домашние задания, которые позволяют вам, значит, эту историю прорабатывать и поделать. Ну, вот. И третье, что очень важно, да, это наблюдение. Значит, вот в курс факт-карты, ну, на мой взгляд, с точки зрения производства, он, я очень хорошо отношусь к курсу КТ онлайн, ну, это наш первый, так сказать, блин, вот, это значительно более такая серьезная проработанная работа, я им очень горжусь курсом факт-карты, вот, и здесь вы увидите, будете наблюдать непосредственно 12 других, в хорошем смысле, приматов, вот, я буду всю дорогу, вот, и ко мне приходят 12 человек, с которыми мы разбираем проблемы самого разного толка, вот, ну, начиная там от проблем, там, как личную жизнь устроить, заканчивая, заводить мне ребенка или нет, вот, начиная с проблемы, как, там, заниматься отбором людей для своей работы, заканчивая тем, как сбывать свой продукт, да, ну, то есть, самые разные проблематики, как заниматься творчеством, понимаете, как мотивировать себя на похудение и прочее, прочее, то есть, там самые разные вопросы, ну, вот, но важности, когда мы подбирали участников на, значит, каждую из серий, мы подбирали таким образом, чтобы эта проблема позволила дать совершенно новый из этих 12 способов сборки интеллектуального объекта. И поэтому, когда вы работаете с факт-картами в процессе онлайн-курса, да, вам постоянно демонстрируется, значит, как это делают вот специфическим и оригинальным образом другие люди.